добрый здоровьи уважаемые посетители канала я вам все рассказывал что я думаю 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 свой собственный сделать травник именно такой как он мне нравится чтоб там были было и описание и как древние применяли и как современные там используют и что в нем содержится с позиции средневековых целителей древних целителей современных врачей ну естественно рецепты и вот я не полностью еще сделал солодку солодку лакричник но и вкратце вам покажу как я работаю вот солодка лакричник значит описание что это такое лакрица или солодка голая или солодка гладкая то есть здесь важно еще понять по словам что они собой представляют слово лакрица происходит от греческого языка что означает сладкий корень ну и что собой она представляет многолетние травянистые растения семейство мотыльковых подсемейство цветковых растений в составе семейства бобовых что интересно такая-то такой-то там стебель цветки в россии встречается какие-то там три вида солодки такие такие-то описания где она растет чтобы важно было понимать где можно это собирать в качестве лекарственного сырья употребляются корни и корневище то есть такой так называемый лакричный корень заготовку сырья проводят в течение всего года выкапывают сушат отряхают и так далее высушенный лакричный корень хранится до десяти лет при правильном хранении естественно значит химический состав что туда входит это уже дань современным тенденциям значит содержат углеводы и родственные соединения глюкозу фруктозу сахарозу мальтозу полисахариды там крахмал пектиновые вещества органические кислоты янтар но татара эфирное масло и вот важно эфирные масла и среди них глицеризиновую кислоту именно благодаря ей и объясняются целебные свойства солодки ну дальше там смолы и прочее 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 то есть все это можно почитать что там содержится кстати вот я рассказал об этом трудно произносимым веществе которое содержится в солодке вот значит он входит в состав сапонина то есть сапонин вещество в состав которого входит вот то что я там говорил и вот я для себя пишу давайте подробнее разберемся что же это такое сапонины сложные безазотистые органические соединения из гликозидов растительного происхождения с поверхностно активными свойствами название происходит от латинского сапомыла по этой причине растворы сапонина при взбалтывании образуют густую стойкую пену и вот далее корни солодки содержат около 7 процентов сапонина глицеризина в виде калиевой и кальциевой соли глицеризиновой кислоты значит что является основным сладким компонентом курья лакриции а что такое глицеризиновая кислота это или чем она обладает это противовоспалительное средство с противовирусной активностью растительного происхождения ну и теперь переходим уже к свойствам природа солодки уравновешена обладает очищающими свойствами если ввести в глаз то излечит язву в глазу помогает при пляшивости полезно при кашле для груди и легких при кашле которые имеются в груди в легких способствует их очищению полезно при болезни печени растворяет желтую желчь утоляет жажду устраняет жжение во время мочи и спускания и очищает почки вдобавку но она неблагоприятствует деторождению заменительным является инжир вот так знаете сказано а почему вот она неблагоприятствует деторождение хотя вроде там говорится где-то там дальше что вроде как улучшает потенцию ну давайте почитаем дальше согласно современными исследованиями препараты из лакличного корня за счет действия сапонинов раздражают слизистые оболочки легких почек кишечника в виде усиления секреции железистого аппарата то есть эти слизистые начинают больше выделять слизи это приводит к смягчительному обволакивающему отхаркивающему очагунному и слабительному эффекту однако сапонин подавляет выработку тестостерона о чем еще предупреждали древние целители неблагоприятствует деторождению теперь становится ясно почему так было отмечено то есть сначала они знали что как он вроде как действует но просто на основе практики было ясно что что как говорится либидо уменьшается еще раз напомню что глицеризиновая кислота производная солодки обладает противовоспалительным и противовирусным действием оказывает цитопротекторное действие то есть обеспечивает защиту клеток от вредных агентов то есть не взял тупо говоря вот это вот это цитопротекторное действие а русским языком что это такое защищает клетку от вредных агентов понимаете что агенты благодаря антиоксиданты и мембрано стабилизирующей активности надумывая так сами додумаетесь усиливает действие эндогенных глюкокортикоидов что такое то это стероидные гормоны из подкласса картикостероидов продуцируемые корою надпочников оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие и теперь как бы после такого для себя разъяснения кому то это вообще не надо а кому то это надо лично для меня для того чтобы разобраться в действии лакричника тире солодки важно как бы сказать понимать что откуда и так применение солодку широко используют как лекарственное пищевое растение используют как лекарственное пищевое растение и даже выращивают как техническое растение в качестве пенообразующего компонента вот этот вот цапанин который взбивается по мнению древней из современных врачей лакричник обладает уникальными лекарственными свойствами противовоспалительным спазмолитическим мочегонным слабительным противоязвенным действием кстати у кого то там язвы все говорит вот язва никак ничего никак что что как откуда и как так давно признаны его противоаллергические антиабиотические противоопухолевые свойства даже вот как кто то там пишет а как вот вот то лечить ну вы ж немножечко так сказать пошарьте по интернету препараты солодки регулируют водно-солевой обмен применяются при лечении заболеваний легких как отхаркивающих обволакивающих смягчающих кашель средств кстати это сейчас очень даже нужная вещь так как наступает весна время разного рода простудных и бронхолёгочных заболеваний при язве желудка двенадцатиперстной кишки имеется мнение что препараты солодки в обычных дозировках поднимают потенцию вот имеется мнение там говорится что уже как снижает а тут повышает какое то противоречие ну сейчас мы пройдемся я для себя еще уясню что где в чем причина и скорее всего надо какую то однозначность они способствуют деторождению или же или же в качестве вспомогательного средства препарата солодки применяется при лечении гипофункции надпочечников при базидовой болезни повышенной кислотности при системной красной волчанке и почти всех кожных заболеваний применяли корень солодки с очень древних времен например в древнем памятнике китайской медицины трактат о травах который написан за 3000 лет до нашей эры солодковый корень относили к лекарствам первого класса поэтому его старались включать в состав всех лекарственных смесей использовали его в качестве отхаркивающего средства при коклюши в качестве оболакивающего и легкого послабляющего средства применяли при туберкулезе легких и сухих бронхитах как противоядие при лечении язвенной болезни желудка немножечко повторяемся но там еще там лучше будет входить информация также им лечат ожирение хронический алкоголизм пиелонефрит вообще древнекитайская и древотибетская медицина считали что препараты солодки омолаживают все органы человеческого тела срочно надо добывать солодку корни лакричника широко использовались в древней осирии и шумере откуда их позаимствовали врачи древнего Египта древнегреческий врач дескалит собравший сведения о 600 видах растений есть на кого равняться так говорил аллакричном корне если закапать в глаз свежий сок солодки то поможет при крыловидной плеве и разъезд дикое мясо а также устранить жжение при мочеиспускании кстати такой есть феномен это говорит о том что слизисто мочевого канала она повреждена и вот прохождение мочи ее раздражает и раз мы применяем корень солодки то это способствует тому что слизисто мочеиспускательного канала укрепляется лучше вырабатывается защитная слизь или вообще там слизисто и это положительное действие успокоить тик это по моему так вот да и поможет при болезни нервов успокоить тик тик кстати появляется это так если сказать перевозбуждение жизненного ветра то есть если что-то у вас там дергается какие-то судороги это говорит о том что сухость холод в организме и горький вкус а так как солодка обладает сладким вкусом да еще она вот эту пену создает обволакивающий эффект то она прекрасно гасит все проявления перевозбуждения ветра так а если сухой корень растолочь и ввести в глаз то окажет то же самое действие сок его помогает при болезни печени груди мочевого пузыря и почек а его сироп с божьей помощью помогает при всех видах кашель а его сироп надо запятайку поставить с божьей помощью запятайку поставить и пошла далее в средневековом энциклопедическом словаре лекарственных растений амирдовлата амасиация не нужная для неочи кстати видите я не просто говорю что вот я это мое я взял это мое я там раздобыл ох это это все я если вы поминаете тех древних целителей тех грубо говоря древних учителей которые нам оставили вот это могучее наследие то они тем самым незаметно и вам помогают и продвигают вас это очень интересный феномен тут так что учитесь кто действительно хочет научиться не нужно для неочи великолепное название а это было где-то наверное в 1500 году книжка это написано энциклопедический словарь и до сих пор это еще актуальнее не учим ничего не надо никакие не травмы никак они действуют ничего это не 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 будем лечиться там таблетками или еще чем то там таким но если бы вы вылечивались ну вы же не вылечивайтесь люди ну включите голову так указывает что что корень солодка растворяет густые и липкие слизистые влаги открываются закупорку за счет чего за счет того что начинают лучше работать слизистые где эти влаги скопились и выбрасывать помогает при болезнях печени селезенки почек а если его смешать с уксусом и смазать старый лишай раз есть лишай это уже ждите там по всему организму распространился то весьма поможет поможет также при плешивости растворяет желтую желчь утавляет жажду но она неблагоприятствует деторождению опять таки древние сказали неблагоприятствует где же собака прожита где именно она неблагоприятствует тут хочется узнать вроде там что то мы про тестостерон там уже слышали то есть как бы на мужчину больше действует или на женщину в древнем тибете считали что корни солодки способствуют долголетию и лучшему отправлению шести чувств в средневековом медицинском трактате джудши главном трактате древнетибетской медицины говорится о том что ни одно кожное заболевание нельзя вылечить если в состав лекарственных смесей не входит солодка а ведь цен написал что солодка или лакричный корень ее выжатый сок а также корень прикладывают при ногтиеде с восковой мазью на ожоге огнем ногтиед 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 но это тоже грибок насколько я понимаю ладно а выжатый сок наносят на раны солодка смягчает легочную трубку и очищает ее она полезна для горла и прочищает голос особенно если вот не можете от кашлица сухой кашель опять-таки солодка полезна при жгучей моче язвах почек и мочевого пузыря вот направление уже дано дано направление солодка считается общепризнанным противокашливым и противогриппозным средством используют корни при заболеваниях верхних дыхательных путей особенно у детей и у лиц пожилого возраста детки-то тоже болеют мыки-то у меня есть применять корни солодки как от харковища оболакивающие противовоспалительное противоаллергическое средство по-моему это уже там было вверху ну ладно повторим желательно просто для себя убрать повторы кстати экспериментальными исследованиями установлено установлено внимательно надо читать внимание рассеивается видишь что противовоспалительная активность корни солодки равна 1 3 активности гидрокортизона а что такое гидрокортизон надо что знать гидрокортизон название гормона кортизола вырабатывается над почечниками применяется применяемого в качестве лекарства является синтетическим глюкокортикостероидным препаратом для местного применения оказать противовоспалительное противоотечное противозудное действие внимательно начитать Светоч смотри туда не спеши именно поэтому корни солодки применяют для приготовления противокашливых чаев и как сырье для лакричных палочек оно обладает мочегонным действием смягчает кашлевое раздражение улучшает пищеварение и прежде всего служит превосходным средством от язв желудка и двенадцатиперстной кишки в скобках при повышенной кислотности желудочного сока язвенной болезни хроническом остыте энтероколитии калития значит вот эта вот повышенная кислотность я уже немножечко для себя разъяснял откуда она берется если человек заваливает в свой желудок как в мусорный ящик как в мусорный бак и думает что там все переваривается то как раз на эту всю мешанину желудок и отвечает вот этой вот повышенной кислотностью а если все так сказать раздельно все будет нормально корень применяли в качестве противоядия при отравлении недоброкачественным мясом и грибами как общеукрепляющее средство раз сладкий вкус это уже любое средство которое обладает сладким вкусом она уже обладает и общеукрепляющим средством сладкий вкус это выражение жизненного принципа слизи который как бы сказать нас укрепляет но при чрезмерном его увеличении он начинает порождать проблемы а также при диабете и хроническом нефрите солодку считали вторым лекарством растения после женщины для омоложения организма и рекомендовали старикам в данном случае мне в древне тибетской медицине препараты солодки были обязательными при лечении злокачественных новообразований и кстати последние научные исследования подтвердили противоопухолевую активность препаратов солодки эффективен лакаричный корень при два раза при тут у меня при системной волчанке аллергических дерматитах пузырчатке и других препараты солодки понижают уровень холестерина в крови способствуют рассасыванию холестеринных бляшек в кровеносных сосудах пожалуйста используем допустим препараты на основе солодки и очищаем кровеносные сосуды от холестерина и холестериновых бляшек то есть вот он средство для очищения кровеносных сосудов поэтому их можно и нужно применять при лечении атеросклерозов во Франции сироп из корня солодки используют при ревматизме бронхите в Австрии и Польше применяют при болезнях желудка и хроническом бронхите в Болгарии препаратами на основе солодки лечат язвенную болезнь желудка ну так к сведению и вот что важно бесценным свойством корня солодки подмеченным еще древними врачами является способность помогать организму лучше усваивая другие лекарственные латты а заодно усилит их действие оказывается вот сахар мед то есть то что обладает сладким вкусом древние целители называли это конем на который садится как бы сверху какое-то лекарственное средство и этот конь быстро его разносит по всему организму и так приступаем чай корень солодки входит как составная часть во многих лечебных чая чаи прежде всего в кровоочистительные стимулирующие обмен веществ то есть тот человек который хочет сбросить вес действующие против кашля и льгочных заболеваний солодковый корень в сочетании с другими травами оказывает более благоприятное влияние чем взятое отдельно один солодковый корень в виде чая или лакрицы может вызывать чувство головокружения как бы здесь сказать если много сладкого вкуса сладкий вкус он мутит он может провоцировать рвоту вот это такое и есть так что-то про чай ничего не сказано какие рецепты ну ладно это я для себя отмечу настой 1 столовая ложка корня солодки заливается в термосе знаете вот лучше всего сейчас не заваривать не еще что-то лучше всего в термосе одну часть столовую ложку бросили саканом кипятка залили грубо говоря закрыли настояли ночь там а то там 3-5 часов и дальше используйте пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день как отхаркивающее средство обволакивающее противовоспалительное противоаллергическое средство вышеописанный настой рекомендуют применять при ранних и поздних токсикозах беременности так в Австрии и Польже настоем корня солодки рекомендуют пользоваться для лечения хронического бронхита и бронхиальной астмы тут по-моему где-то уже у нас было подобно а для омоложения организма заварить одну чайную ложку на стакан кипятка принимать по одной столовой ложке три раза в день опять-таки лучше все это делать в термосе я дальше там не буду говорить есть напар есть настой есть отвар делайте все в термосе со стеклянной колбой при лечении язвенной болезни и двенадцатиперстной кишки необходимо пить настой корня солодки одна столовая ложка на стакан кипятка принимать по одной столовой ложке три-четыре раза в день в течение месяца сделать перерыв пятнадцать дней затем курс повторит это снимает спазм желудка кишечника исчезают боли в области желудка улучшается аппетит нормализуется кислотность еще разок хочу сказать насчет кислотности не превращайте свой желудок в мусорный бак загружая в него то что сочетается и не сочетается между собой а потом будете удивляться откуда кислотность и почему вообще у вас проблемы с желудком если вы будете все правильно делать правильно сочетать пищу правильно последовательно ее употреблять у вас никакой кислотности не будет и желудок будет работать долго и плодотворно примерно через месяц после начала лечения исчезает язвенный дефект слизистой оболочки желудка язвенная болезнь после такого лечения обычно проходит навсегда оговорка естественно при соблюдении правильного питания образа жизни если человек волнуется постоянно раздражается ему надо научиться владеть своим собственным сознанием поведением тогда будет нормально а так будет постоянно несварение язвы так напар отвар корня 10 грамм корня солодки залить в термосе 400 мл кипятка настоять ночь принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день в течение 3-4 недель у больных исчезает боль в желудке тошнота улучшается аппетит нормализуется кислотно-желудочная стока постепенно исчезает язвенный дефект слизистой желудка а то есть то есть то есть это уже повтор видите правда 1 столовая ложка на этот стакан а тут несколько другая дозировка то есть и такая и сякая 15 дней а тут без 15 дней этот же отвар рекомендуется пить при артритах подагре отравление грибами по 1 стакану 3 раза в день дозировка больше здесь но опять таки значит вот мы все с вами разные поэтому начинайте буквально таки с чайной ложки там 3 раза в день если что-то с вами такое не то а вы об этом не подозреваете такая дозировка сразу какая-то самая полстакана может очень очень сильно повлиять на на ваше здоровье но тут насколько я понимаю это отравление грибами тут еще может быть это показано может быть вы там вырвете а вот насчет артритной подагры как это подействует поэтому включайте голову вот это все эти рецепты и так далее так далее это усредненные такие знаете на дозировке которые вы должны применить применить для себя поэтому начинайте с малого при коклюшу рекомендуется принимать отвар корня солодки в молоке ну сколько допустим одна часть на 10 чтей молока примерно дозировка и опять таки водочная настойка из корня солодки готовится с отношениями 1 к 5 одна часть корня солодки 5 частей значит там обычно используют если водочной водки лучше всего 70 процентный спирт применяют его по 30 40 капель 3 раза в день при злокачественных новообразованиях понижение функции функции яичников и в климактерическом периоде порошок помните в порошок там глаз засыпали древние целители корень солодки может быть применен в виде порошка применяют его по 2 грамма 3 раза в день за 15 минут до еды порошок корня можно применять во всех случаях когда показано применение препаратов солодки при опрелостях пролежних порошок корня солодки используется в качестве присыпки и это оказывает хорошее действие с успехом используется лакличный порошок в виде отвара 15 грамм корня на стакан воды по 1 столовой ложке 4-5 раз в день в качестве отхаркивающего и мягчительного средства дальше грудной эликсир в аптеках можно купить готовый препарат и применять его как отхаркивающее средство по 30-40 капель 34 раза в день можно давать и детям при этом назначают например столько капель грудного эликсира сколько ребенку лет сироп 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 это примерно то же самое грудной эликсир сироп но так 4 грамма густого экстракта сладкого корня смешивают с 86 граммами сахарного сиропа и к полученной смеси добавляют 10 грамм спирта сироп используется как противовоспалительно отхаркивающий и смягчающий средства естественно это не для детей чтобы вы знали другой рецепт приготовления тут описан как это делать во Франции сироп из корня солодки используют при ревматизме при бронхоэктотической болезни хроническом бронхите и во всех случаях когда затруднено отхождение мокроты применяют препараты солодки обычно вот то как я там уже рассказал напар настой в термосе и пошел далее при лечении простудных заболеваний готовить следующий сбор измельченный корень солодки 40 грамм цветы 60 2 столовые ложки смеси заварить стаканом кипятка кипятить на водяной бане 15 минут вот это не надо заморачиваться все делайте в термосе со стеклянной кольбой процедить отжать долить кипятком до первоначального объема принимать по 2 стакана 2-3 раза в день ну кто хочет заморачиваться пожалуйста значит опять таки при бронхите коклюши тут рецепт дан отвара при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки болгарские фитотерапевты рекомендуют следующий сбор травочистотила 10 грамм корень 30 корень 30 корень 30 1 столовую ложку заварить стаканом кипятка кипятить на медленном огне 10 минут процедить пить по 1-2 стакана 3 раза в день опять-таки начинайте с чайной ложки все дальше пошли при хроническом запоре какой там отвар использовать так при диатезе аллергии ремотодном артрите еще там свой собственный травяной сбор при хроническом алкоголизме поможет хвощ полевой 1 часть корень 1 часть 100 грамм смеси заливая 3 литрами кипятка кипятить 10 минут на медленном огне наставить часть процеживать пить по 1 стакану 3 раза в день за 15 минут до еды опять-таки начинайте с чайной ложки глицерам это аптечный лекарственный препарат на основе корня солодки его рекомендуют принимать при бронхиальной астме то есть зашли в аптеку купили гипотонии гипофункции надпочечников при легкой форме одессоновой болезни экземе дерматитах курс лечения 1-3 месяца принимают при аллергических заболеваниях экземе пузырчатки по 1 таблетке 3 раза в день в течении 5-6 недель в кулинарии оказывается его используют куринь солодки даже в огромном количестве я даже не ожидал делают конфеты с характерным с характерным вкусом и так далее и так далее что удивительно я сам лично впервые узнал куринь солодки является афродизиаком значит своим ароматом приводит возбуждение мужчин то есть если у вас какой-то мужчинка такой вялый то вы его можете взбодрить этим взбодрить его этим запахом значит исследование проведенное в 1995 году в исследовательском центре вкуса и запаха город Чикаго США показали что запах пончиков с лакрицией находится на втором месте по возбуждению а самым возбуждающим ароматом для мужчин является запах тыквенного пирога вот есть даже такой этот фильм американский тыквенный пирог как-то знаете казалось бы что там тыква 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 как это естественно противопоказания зачитаю чрезмерное потребление лакриции может привести к таким неблагоприятным эффектам как гипокалимия то есть вымить калий отсутствие калия повышенное кровяное давление и мышечная слабость ну на основе вот этого лакриция не может используется во время беременности при приложительном приеме солодки и особенно часто после применения карбексилона наблюдается повышение артериального давления задержка жидкости плод до появления отеков нарушение полового сфера ослабление лебеды вот видите оказывается развитие гинекомости при ограничении исчезновения оволосинения и далее неужели у меня от солодки лысина появилась а кстати что такое карбеноксилон это производная глицеретиновой кислоты со стероидоподобной структурой сходной с веществами содержащимися в корне растения солодки карбексилон используется для лечения язвенной болезни и воспаления пищевода и полосерта серьезным побочным эффектом вот этого карбексилона при системном применении является электролитный дисбаланс то есть вы мы ва вот этот калий и пошло везде как говорится нужен здравый разум рассудок чтобы вы смотрели но вот примерно я так работаю это еще не все это только некоторые источники это еще все будут дополняться а пока вот у меня есть какие-то источники я прохожусь это все вычеркиваю дальше идет другой источник я по нему прохожусь и вот так с божьей помощью сделаю свой собственный травник который будет удовлетворять меня извините спешу куда спешу наверно на обед жена позвала вау и вау вау